История дня на ТВ РУС От открытия рентген удостоился Нобелевской премии, но на церемонию вручения так и не пришел. Его ранили слухи о том, что да, сделано открытие, но по чужим, мол, и следует. Еще одна личность этого дня. 8 ноября 1847 году в Дублине родился мальчик, которого назвали Аврам. Из-за неизвестной болезни он до 7 лет не мог ни вставать, ни ходить, зато потом в юношестве отлично играл в футбол и даже начал писать книги. А прославился под именем Брэм Стокер после выхода самого известного вампирского романа всех времен и народов Дракула. А теперь к открытиям. 8 ноября 1793 году впервые для публики открылся Лувр, самый большой музей в мире. Главная изюминка это, конечно, Монализа да Винчи, а вообще Лувр в переводе с французского означает «волчий лес». Знаете почему? Потому что там раньше на месте Лувра находились охотничьи угодья. Если к праздникам, то есть один необычный 8 ноября день висящего на стене ковра. А вы знаете, что традиция вешать ковры на стену в СССР пришла из царской России? Так там отдавали дань турецкой моде. А вообще изначально ковры вешали только на стену. Нельзя было на стол стелить и уж тем более нельзя было стелить на пол. Вот таким интересным с точки зрения истории оказался этот день. А что будет завтра, расскажу вам завтра. На сегодня все. Пока, пока, пока!